Малышка Поначалу девочка, конечно, немножко переживала, что она попала в незнакомую обстановку, но она очень быстро освоилась. Она начала общаться очень хорошо со взрослыми, нашла общий язык с детишками. Она вообще очень миролюбивая девочка, очень подвижная, очень любознательная девочка. А зеленый где? Вот здесь, давай. А красный? Где хочешь, чтобы красный был? Ну-ка смотри, давай вот сюда. Санька год назад совсем ничего не умела. Совершенно очевидно, что дома с девочкой никто не занимался. Пробелы в развитии ужасали. В доме ребенка Сашенькой сразу же занялись врачи, дефектологи, воспитатели. Она очень быстро начала меняться. И здесь нет никакого чуда. Это результат внимательного отношения к ребенку. Киса, мяу! Саш, мяу! Где такая картиночка у нас? Вот, молодец! Молодец! Вот она у нас, киса! На данный момент Сашенька научилась отличать предметы по внешнему виду. Она дифференцирует их по цвету, она различает их по форме. Вот, она, сейчас мы с ней учимся различать большой и маленький. Она хорошо собирает матрешку, она строит пирамидки. Она с интересом смотрит на этот мир. Саша обожает играть в куклы. Вот уж вправду, самой природой в женщине заложена потребность материнства. Малышка заворачивает кукол, нянчит, обращается с игрушками бережно и ласково. Санька очень жизнерадостный и забавный ребенок. Саша, посмотри, что у меня есть. Их ты! Красота! Саша, смотри еще! Саш, лови! У Саши есть старший брат. Но дети никогда не встречаются. Из-за разницы в возрасте они растут в разных учреждениях. Если бы у них появилась приемная семья, родные друг другу брат и сестра смогли бы жить вместе. За Саньку переживают все сотрудники дома ребенка. Она усидчивая очень девочка. Она с удовольствием идет на занятия. Ее потом очень сложно назад отвезти в группу. Она настолько втягивается, она требует еще и еще внимания. В общем, ей нужна, конечно, семья. Потому что, если она попадет в семью, это вообще будет просто шикарное для нее условие. И она будет тянуться за взрослыми. Она очень хорошая помощница. Она всегда помогает. И няне помогает, и воспитателю помогает. Если ее что-то попросишь, она всегда с удовольствием. Очень отзывчивая девочка. Держи. Опа! А мне кидай. Молодец! Лови! Еще давай! Да умница! Хочется внимания, заботы, хочется на ручки и обнять. Но вокруг все заняты работой. Никому ребенка не понять. Голову подними и стой. Я пойду сюда. Вот. И идем, Вася, наступай на дорожку. Сонечка, на меня глазки. Раз, иди, иди. Раз, два, три, четыре. Тихонько. Раз, два, три, четыре. Молодец! Давай похлопай, что ты, Вася, молодец. Похлопай сам себе, Вася. Ну вот я сразу улыбаюсь, потому что это ребенок, который вызывает очень такие позитивные эмоции. Это ребенок такой положительный очень. То есть с ним можно как-то легко договориться. Допустим, Вася, мы сейчас поиграем с этой игрушкой, а потом будем играть с этой. То он соглашается, то есть как-то он, вот это, мне кажется, даже какая-то вот мужская у него черта, то, что как-то такой деловой подход к игре, к деятельности. Так, ну пойдем, мы хорошие, давай мы с тобой пройдем по дорожке. Давай, топ-топ, 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 молодец. А я, топ-топ-топ. Обязательно. Ну, стопай, не бойся, это же наша такая волшебная змейка, она не обидится. Давай в тоннель мы с тобой теперь полдем, полдем, полдем. Ему очень интересны устройства разных механизмов, там, бытовой техники. Вот, всячески мы, конечно, стараемся так уберечь его, там, от каких-то случаев неприятных, но он все время тянется, то есть к тому, как устроен этот мир, как устроены предметы, игрушки какие-то новые интересные, тоже интересуются всем. Ну, Ковальчик, найди вот такой желтый шарик, как у меня. Нет, как у меня, где? Вот, правильно, давай скажем, желтые шарики, да. А теперь, Вася, найди вот такой красный шарик, как у меня. Вот, вот, скорее подними, вот, какой у нас красный шарик, умничка. А давай найдем теперь мы с тобой зеленый шарик, вот такой, вот такой зеленый, как травка. Нашел, молодец, видишь, они одинаковые, да? А теперь вот такой синий найдем, да? Как, как, нет, да. Ух ты, какой! Очень подвижный, то есть ребенок, двигательная активность которого все время проявляется. Нужно ее, конечно, мы это учитываем, мы его часто берем на физкультурные занятия. Он там с удовольствием занимается в спортивном зале, может очень долго там, то есть заниматься с другими детьми. И как-то он так, ну, их, можно сказать, так стимулирует к этим занятиям. Ребенок музыкальный, то есть он очень хорошо реагирует на музыку, очень чувствует ритм музыки. То есть вот мы танцуем, когда даже не у всех детей вот постарше иногда вот получается уловить ритм. А Вася его улавливает, и плюс он вот своим позитивом, конечно, так раскрашивает всегда музыкальные занятия. А это, Вася, покажи колобка. Колобок. Кто это? Колобок. Где у него глазки? Ротик. А носик? Ротик. А ротик? Вот, правильно. А на голове у него что? Что это? Лапочка. А вон там кто выглядывает? Зайчик. Зайчик. Где у него ушки длинные? Ротик. А еще там кто сидит в дупле? Ротик. Ёка там сидит. А это кто летает? Ротик. 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 Вася у нас стал лучше говорить, сейчас у него появляется фраза, начинает рассказывать стихи, ему это очень нравится, что вот у него стало получаться, как-то мы его подбадриваем. Стихи в основном с помощью взрослого немножечко он договаривает, но это для него большой успех. Болеет достаточно часто, но проводят наши медики специальное лечение, конечно. Я не наблюдала такого, чтобы какое-то поведение такое было агрессивным конкретно к другим детям, к девочкам. Мне кажется, все-таки это ребенок, который может договариваться. Бывают какие-то единичные ситуации, когда его эмоции захлестывают, но вообще в основном он доброжелательно настроен к детям. Уснет и снится ему вновь, что он любимый и послушный. И материнская любовь сильней людского равнодушия. Музыка 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 Музыка